Книга «Открытым оком», тема «Святая тема богослужения», второй том, вопрос 737. Почему, когда Чечет читает молитву «Отче наш», то читает ее не полностью, а после священник продолжает «яко твое есть» и продолжение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это уже все человеческое, когда одну неделимую молитву разбивает по ролям, как на сцене. Чтец должен был до конца читать ее точно по тексту Евангелия. Матфея 16, глава 13 стих. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Мало того, в эту добавку придумали еще вставлять слова «Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно и во веки веков». То есть самым наглым и бессовестным образом подправляют самого Христа, улучшая данную им молитву. Хотя Слово Божие очень строго предупреждает о наказании при такой самодеятельности. Не скажут же священники, что они сами составили отдельную молитву. Кому не ясно, что речь идет именно о молитве «Отче наш». И в нее они вкрепляют человеческую мудрость, отчего молитва только теряет сакральную силу. С кавычки открыты. «Что-то и об этом и сказать страшно, предадут анафеме». Кавычки закрыты. «Они могут ссылаться только на то, что приняли из Византии. И Никон, знаток в кавычках и специалист по реформам, мог бы здесь вернуть все к началу, как написано в Евангелии. И старообрядцы, держащиеся почему-то, не поднимают крик по поводу искажения слов Христовых. Вот здесь-то и зарыто должны быть все наши претензии на исключительную чистоту нашей веры». Второзаконие, 4 глава, 2 стих. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Второзаконие, 12-32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Притча, 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Моисей пытался подправить Бога и должен был за это умереть. Псалом 105, 33. «Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». То есть этим самым он не явил славы Божией. Точно так же и здесь выражено явное недоверие к словам Спасителя. Изменение слов Христа есть непослушание. 1 Царство, 15 глава, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!